Вместе всегда нам по пути Лучше компании не найти Не найти значки ты Знаю и я Ещё не важнее всего семья Это моё семья Мастер-класс Дедушка, дедушка! Качели сломались! Ой, почини, пожалуйста Чтобы стать космонавтом, мне нужно вести Вестибулярный аппарат тренировать Зачиню, но сначала надо забор докрасить Потом грядки прополоть Суп сварить, бельё развесить Траву скосить Ну, деда! А чтобы я быстрее качели сделал, ты мне помоги Космонавт должен очень много трудиться А не только вестибулярный аппарат тренировать Ну вот Дружок! Сочно помощь нужна! Дедушка кучу дел получил Помоги, а? Лиз, у меня же тренировка Вот закончу И пренепременно тебе помогу Воза, вставай! Тут дедушка столько заданий дал Помоги, пожалуйста Лиза, а как же мои процедуры? Когда закончу, обязательно помогу О, малыш! Хочешь конфетку заработать? Ага Дружок, я тут решил сорняки в огороде извести Да не знаю, как они выглядят Помоги, а? О, какой молодец! Конечно! Пойдём, покажу Вот, это хвостик морковки Его не трогай А это сорняк Понял? А-а Вот, сорняк А это морковка Сорняк! Фу! Ну вот и всё Запомнил? Ага Малыш, куда это ты овощи везёшь? Буду суп варить сам Чтобы такой же вкусный, как у тебя получился О, нет! Суп варить дело непростое Пойдём, я тебе научу Греем бульон Некрупно нарезаем морковку Ага Ага Соль, перец Потом другие овощи Помидоры туда же Помешиваем Приправы по вкусу Готово! Ну что, понял, как суп варить? Ага Привет, Роза! О, дружок! Малыш, ты молодец! Дружок-то сам всё прополол А Роза суп сварила Ага, давай Держи А если они ещё и траву скосят Шоколадку дам Хе-хе Ой, Роза Дружок А я тут решил траву скосить Да не знаешь как? Лизка, мы знаем, что ты здесь Выходи, обманщица Да? Так вы же мне не стали помогать Между прочим, я тоже много чего полезного сделала Вот виранду подмела И бельё развесила О! Уже и бельё развесили Деда, деда, это я развесила А я суп сварила А я грядки прополол Ай да внуки Ай да молодцы Ещё траву скосить хотели Но у нас не получается Никак не получается Деда, может ты покажешь как надо? Конечно покажу Ведь я в этом деле мастер Ну вот и всё Здорово! Деда, а ты ещё качели обещал починить, помнишь? Да-да, так я их уже починил О, спасибо Эх Э, подожди, ведь я столько полол Я это заслужил А я по-вашему что, не заслужила? Эй Нетушки, первым буду я Ох, я заслужил И забор покрасил И качели починил И траву сам скосил Мастер-класс от дедушки О-хо-хо Как в кино Ух ты Ох Эх Упустил кто-то Зацепились А где малыш? Малыш 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 Попал Съеди бела дня Он здесь Малыш, слезай Ну смотри Я сейчас сам к тебе залезу Ну что вы там застряли? Малыш Спускайся Эй, слезайте Дружок, а ты чего? Спускайтесь Интересно А на что они уставились? Погодите Я с вами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой А дальше? Ну вот На самом интересном месте Бежим домой У нас же Емонт Мама платила нас гулять Тогда к Тимохе Тимоха Открывай Эй, Тимоха Пусти Что же делать? Тимохи нет Дома Емонт А что если мы возьмем И вытащим телек во двор? Ага Ух ты, пух ты Мама! 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 Давай, Роза Давай, Роза Спускай Давай, давай, давай! Есть! А где кино? Да смотрели Гвоздь мне в кеды Ну как же так? Хм Телевизор не показывает без антенны Значит, надо сделать антенну Малыш Я возьму твою от лунохода Лиза, давай твои шарики Роза, проволоку Да Держи, Гена Готово Аааа Держи Отпускай Хе-хе-хе-хе Ааа Ааа Ура! 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 Ой! Оооо Лови её Опа! Дружок Не зря у тебя пятёрка по физре Тащи свой суперклей сюда Сейчас мы нашу антенну так приклеим Не оторвёшь Быстрее, Геночка, быстрее А то фильм кончится Ой! 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 Лови её! Ооо! Дружок, ты куда? Опа! Лиза! Роза! Малыш! Тащите нас! Помогите! Улетаем! Мамочки! Папа! Папа! Опа! Помогите! Улетаем! Оооо! Лети! Мама! Снимай на видео минуту славы! Ой! Ой! Мы гуляем! Ух ты, пух ты! Как в кино! Ооо! Та-а-а! В эфире новости Доброе утро. В эфире Барбоскин Ньюс. Сегодня случилось то, чего все так боялись. Воза решила приготовить пирог. С подробностями наш специальный корреспондент Малыш Барбоскин. Здравствуйте. Ещё вчера эта кухня была чистой и уютной. Посмотрите, что здесь произошло сегодня. Но самое страшное случилось, когда Роза поставила пирог в духовку. Отвлёкшись на свой любимый сериал, она и не заметила, как её пирог полностью сгорел. Малыш Барбоскин. Специально для Барбоскин Ньюс. Ха-ха-ха! Вот Розка Растёпа! Ха-ха-ха! Как всегда, наши новости смотрит только один дружок. Да, пока аудитория маленькая. А может это потому, что мы показываем неправду? У Розы же получился очень вкусный пирог, а мы говорим, что он сгорел. Малыш, ну кому интересно смотреть, как Воза печёт пироги? А вот когда всё ба-ба-ба-ба-бах, совсем другое дело. Помнишь правило трёх-эс? Скандалы, сплетни, сенсации. Правильно. Если мы всё время будем следовать этому золотому правилу, они ещё переделутся за место перед телевизором. Наверное. Сегодня Гена будет ставить химические опыты. У него точно что-нибудь взорвётся. Добудь мне этот материал к шестичасовым новостям. Бегом марш! И помни, побольше взрывов, круче ракурс, крупнее картинка! Здравствуйте! С вами снова Малыш Барбоскин. Сегодня вы увидите химические опыты, которые войдут в Книгу рекордов Пекинеса, как самые... как самые опасные опыты на нашей планете. Сначала ничего не предвещало катастрофы. Но когда реактивы смешались, случилось страшное. О, пчёлка! А-а-а! 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 Уже эфир через минуту, Лиза! Лиза, подожди! Добрый вечер! В эфире Барбоскин Ньюс. А сейчас эксклюзивный репортаж от нашего корреспондента Малыша Барбоскина. Лиза, подожди! Я же вместо взрывов пчёлок снял! Каких ещё пчёлок? Ты что наделал, пчелолюб? Ты же нам все новости загубил! Теперь нас не то, что двужок! Нас теперь даже мухи смотреть не будут! А-ну, стой! Уволю! Какие они трогательные! Хм, чем-то на нас похожи. Хм-хм! Наконец-то вы хорошие новости сняли! Смотреть одно удовольствие! Хм-хм! Хе-хе-хе! Малыш, вставай! Я поняла! Всё ерунда, кроме пчёл! Забудь правило трёх С! Теперь у нас правило трёх П! Пчёлы, пчёлы! И ещё раз пчёлы! Теперь и нас будет смотреть весь двоу! Что там двоу? Весь мир! Ай-ой-ой! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Тайный поклонник! Ну что, дырка из команды решеток! Готов? Давай, давай, Мазила! Попробуй! О-о-о-о! Ха-а-а-а-а-а-а! Гол! Легче алгебру и геометрию за день выучить, чем с Розой поговорить! Она как посмотрит! Я вообще ничего не соображаю! Да, тяжёлый случай! Я-то знаю, как у тебя с алгеброй тяжело! Не говоря уже о геометрии! Слушай, тебе надо замаскироваться! Наденешь маску, будешь себя увереннее чувствовать! И сможешь ей в любви признаться! А если что не так пойдёт, она и не поймёт, что это ты был! Ну, не знаю! Может, и сработает! Здравствуйте! Вы к вам? С чего ты взял, мальчик? Я не к вам! Я тут сам по себе гуляю! Прогуливаюсь! Яденька! У вас цветочек упал! Слушай, мальчик, у меня появилась хорошая идея! Передай всё это своей сестре! Скажи от тайного поклонника! Мама с папой не разрешают нам ничего брать у незнакомых! О какой сестре? Малыш, с кем это ты тут болтаешь? Какой-то дядя тут странный стоял в маске! Сказал передать это всё сестре от тайного поклонника! Ух ты! Мне конфеты! Шоколадненькие! Вот это да! Что? Ты так с ней не поговорил? Ну, ты даёшь! Да всё нормально получилось! Малыш ей передаст вроде как от тайного поклонника! Эх ты, Ромео! Ладно, матч ещё не проигран! Завтра действуем так! Какой удачный поклонник! Жаль только, что так мало! Это опять тебе от поклонника секретного! У двери оставил! Эй! Сегодня в семь вечера во дворе буду ждать твой навеки тайный поклонник! Класс! Может, ещё чего вкусненького принесёт? Семь часов! Сейчас должна выйти! Эй, ты! Как там тебя? Тайный поклонник с конфетами! Я пришла! Заставлять даму ждать неприлично! Дырявый мяч! Чего тут Лизка-то делает? А, я тебя заметила! Немедленно выходи! Дело плохо! Гвоздь мне в кеды! Сюда идёт! Ты это всё придумал? Вот теперь сам и выкручивайся! Эй, а ну стой! У меня конфеты закончились! Привет, Тимоха! Роза! То есть, это... Привет! Давай я тебе помогу! Давай, конечно! Поклонник! Отдай конфеты! Спасибо, Тимо! Да что ты! Не за что! Значит так! Ещё я люблю Торт Наполеон! Клубничное воение! Отпусти меня! Пожалуйста! Дальше! Ты тайный поклонник или вообще кто? Я ещё не закончила! Клубничное воение! Шоколадные кексики! Крамельки! Любые! Зефил! Пастилу! Как стать львом Яшей? Эх ты! Вратарь дырка из команды Решито! Маловато ещё для важных матчей! А-а-а-а! Это ты, Юнга? Заходи! Полюбуйся! Красивый кораблик! Моя первая бригантина! Ещё со всем молодым матросом я совершил на ней кругосветное путешествие! Шторма, ураганы, айсберги! Эх! Да что-то я разболтался по-стариковски! Тебе, наверное, на тренировку пора! У вас там вроде ответственный матч на носу! Ага, сегодня с Тузиковыми играем! Только меня всё равно не берут! Эээ, почему? Говорят, что я этот нападающий бублик из команды Сейта! Не вешай нос, Юнга! Ты ещё станешь львом Яшей! А кто это, Лев Яша? Это самый лучший вратарь в мире! В молодости мы были дружны! Ходит легенда, что когда команде Льва Яши вручали хрустальный кубок, один из футболистов выронил его из лап! И Яша в отчаянном прыжке... Ай! Ой! В отчаянном прыжке поймал хрустальный кубок у самой земли! Вот, каков он был! Лев Яша! Здорово! Ой! Ну, давай, падай же! Роза, ты должна мне помочь в одном важном деле! Ой, сама важность! В каком ещё деле? Ты должна сначала подержать эту вазу, а потом по моей команде её бросить! И остаться на выходные без кино и дискотеки? А для чего же я тут собиралась четыре битых часа? Вот ещё! Ну, как же я так достану Львом Яшей? Лиза, помоги мне, пожалуйста! Ты что, не видишь, я работаю? У меня вдохновение! Говори, только быстро! Я хочу, чтобы ты уронила мамину любимую вазу! Ага! Сейчас! Я её воскокаю, а ты про меня потом маминой наябедничаешь! Мне это очень нужно! Конечно, нужно! Меня накажут, оставят без сладкого, а тебе конфет в два ваза больше! Махинатл! Гена, поможешь мне в одном очень важном деле? В каком? Я должен стать Львом Яшей! Это невозможно по определению! Яшей ты не можешь стать из-за родителей, которые уже назвали тебя малышом! А Львом из-за Дарвина и его классификации видов! Хотя, современная наука на уровне генных мутаций при определенных условиях Ну, тогда подержи, пожалуйста! И ввести её в другой организм, то при благоприятных условиях можно добиться Это я сам виноват! Заморочил мальчишке голову! Рановато тебе ещё повторять подвиги, Льваяш! Представляете, полный разгром! Восемьдесят четыре, двадцать три! В общем, порвали Тузиковы нас, как грелку! Ух! Ах! О-о-о-о! Не вешай нос, Юнга! Ты ещё станешь Мухтаром Аршавкиным! Верное средство! И нечего так смотреть! У меня всё в порядке! Просто решила шарфик надеть! Для красоты! У тебя же зуб болит! Да! Последний! Молочный! Если мама с папой узнают, сразу к врачу отправят! Вот ещё! Дедушка рассказывал, если оставить на ночь зуб под подушкой, мышка за него шоколадку пья несёт! А если врач зуб вырвет, он его себе под подушку положит! Да не нужны мне никакие шоколадки! Их зубному я тоже не хочу! А хочешь, мы тебе сами зуб вырвем? Только зубчу наш! А вы сможете? Конечно! Раз и всё! А по-другому нельзя! Я боюсь этого! Раз и всё! Я знаю способ получше! Долго мне ещё так носить? Пока зуб сам не выпадет! Через полчасиков должно сработать! Ой, зуб вывалился! Только вместе с Розой! Хм! А! Самый безопасный способ на свете! Стоит только хорошенько укусить, и зуб останется в морковке! Только смотри, не проглоти его! Я не могу больше! Какой же прям зубик попался? Не хочет вылезать! Не хочет вылезать по-хорошему? Мы его сами достанем! Зачем такие сложности? Специально! Чтобы ты не поняла, когда делнется нитка! Внимание! Сейчас вылетит зубик! Стой! Не беги! Какие ещё будут идеи? Я не могу! Прыгай! Прыгай! Нет! К зубному хочешь? А-а-а-а-ах-а-а-а-ах-а-ах-а! А-а-а-а-ах-а-ах-а! Роза, ты куда? Мы ещё не все способы попробовали! Хватит с меня ваших способов! Лучше к зубному пять раз сходить! Но мы... Смотри, она заснула. Это наш последний шанс получить шоколадку. То есть спасти бедную розочку от зубного врача. Что вы еще придумали? Отпусти нитку. Нитку брось. Кажется, сработало. Зуба больше нет. Ура! 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 Чего грустим, ребятки? Ведь улыбка – это флаг корабля. Мы Розе зуб больной вырвали и спасли ее от зубного врача. Молодцы, так ведь радоваться надо. Нечем угадываться. Улетел наш зуб. И под подушку положить нечего. Не нужны мы теперь мышки. И шоколадку не получим. Ишь, какой хитрый зуб. А мышка-то еще хитрее. Вы б под подушку заглядывали. Ура! Значит, мышка получила наш зубик? А то от мышки еще ни один зуб не улетал. По закону. Полиция голода Барбоскина. Вы окружены. Гена, ты арестован. И имеешь право хранить молчание. Ребята, я понимаю, что вы играете. Но сейчас я провожу очень важный опыт. Преступники не должны проводить опыты. Они должны сидеть в тюрьме. Малыш, он твой. Тащи его в камеру. Ага. А в камеру это куда? А главное, за что? За то, что ты преступник. Вот за что. Преступник – это тот, кто совершил преступление. А я ничего такого не делал. Так что прошу полицейских действовать в рамках закона. И освободить помещение. По закону арестовывают только за преступления. Скукотища. Мы что, виноваты, что никто закон не наушает? Как сговорились. О! Видел, как крадется? Наверняка уже натвоила темных делишек. Полиция города Барбоскина готова к штурму. Полиция! Руки вверх! Сопротивление бесполезно. Вы что? С ума сошли? Чуть не разбилась. И ты расколешься, как миленькая. Что в коробке? Бомба? Никакая это не бомба. Это ваза. Мамин на день рождения. Поиграли бы во что-нибудь спокойное. В дочке матери, например. Какие еще дочки матери? Мы же полиция. Полиция должна защищать мирных граждан. А не вазы бить. А защищать нет кого. Мирных граждан. Похоже, в этом доме вообще никто закон не наушает. Полиция на первое. На второе. А вот так хочешь? И вот так. Полиция, прекратите избиение. Я заставлю тебя говорить. А ну, показывай, кого ты тут побил. Грушу. А грушу по закону можно бить? Можно. Душка тоже не за что арестовывать. Ну, хотите, арестуйте меня просто так. Я преступник. Свяжите меня. Посадите в тюрьму. Да не можем мы просто так. По закону надо. Может, ты хотя бы двойку получил? Не, сегодня не вышло. Вы арестованы. Сопротивление бесполезно. Может, ты правда поиграть в дочки-матей? Если закон никто не нарушает, то и полиция не нужна. Кто их вообще придумывает, эти законы? Лиза, я знаю, как спасти нашу полицию. Кто там? Да? Что случилось? Кто стучал? Я не стучал. Сама себе и стучала, наверное. Хм. О, смотри. Закон. Кто выйдет в коридор без разрешения Зайки, тот будет преступником. Это что, шутка? Полиция Барбускина. Бук и бях. Теперь все по закону. Ха-ха-ха. 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 Игровая приставка Дружок, помоги мне денежки нарисовать. Не могу. Не могу. Понимаешь, взял у Тимохи игровую приставку поиграть. Хрупкая вещь оказалась. В общем, теперь чинить надо. Придется самому зарабатывать миллион. Семью-то кормить надо. Хм. 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 Ну, что такое? Полный дом народу, а дверь никто открыть не может. Да иду, иду. Роза, это я, Тимоха. Минуточку. Сейчас открою. Тсс. Роза, выручай. Скажи ему, что меня нет дома. Я его приставку сломал, гвоздь мне в кеды. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, скажу. Но чтоб потом все починил. Ясно? Да там чинить-то. А сколько ему лей в миллионе? Ссс. Да иду, иду. Привет, а я к дружку. Ой, Тимоха, а дружка нет. А кто там это скрипит? Так это малыш. Весь день скрипит. Даже не знаю, что это на него нашло. Скрипит и скрипит. Малыш, сколько тебе говорить. Хватит скрипеть. Роза, это не я. Это дружба. Ай, 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 ай. Ой, как больно. Роза, что с тобой? Так, ничего. Не обращай внимания. Это у меня бывает. Даже не знаю, что такое. Ни с того ни с сего нога начинает болеть. А ты, малыш, иди деньги рисуй. А то нам кушать нечего будет. Ну, пока. Скоро увидимся. О, кеды дружка. Ой, это мои кеды. Мне папа купил. Я их примеряла. И забыла поставить на место. А если не веришь, иди сам посмотри. Давай, давай, смотри. Ну что, убедился? Я-то думала, ты мне доверяешь. Роза, да ты что? Да я бы никогда. Понимаешь, дружок у меня приставку взял. А мне она очень нужна. Можно я посмотрю? Она же где-то тут лежит. Не-а. Нет. Нету тут. Давай. Роза! Может, он ее в шкаф положил? Ой, Тимоха, я совсем забыла. Меня же подружки ждут. Пойдем скорее. А ты проводишь меня? Правда? Точно. Провожу. А хочешь, в кино сходим? Конечно, сходим. В следующий раз, ладно? Роза, а ты прямо так на улицу и пойдешь? Ой, точно, совсем забыла. Бывает. Ты иди. Это, переодевайся. А я тебя тут подожду. Подожди меня в столовой. А то как-то некрасиво получается. Гость в коридоре стоит. Привет, малыш. Привет. Тимоха, помоги мне денежки нарисовать. Хо, так тут того. До утра рисовать придется. Вот и хорошо. Роза как раз успеет переодеться. Ладно, давай помогу. Спасибо, Тимоха. А то все самому делать приходится. Все заняты. У Розы маникюр. Дружок от тебя прячется. Ой. Кажется, я проболтался. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай. Как больно. Тимоха, не расстраивайся. Возьми мои денежки. Купи себе другую приставку. А мне дружок новый нарисует. Ему ж теперь от тебя прятаться не нужно. Опыт общения Вы даже не представляете, что я узнал. Неужели красные опять в моде? Оказывается, если общаться с растениями, они растут гораздо быстрее. Они нас слышат. Это удивительно. Слушай, Ген, а ты домашку нам сделаешь? Вам что, совсем не интересно? Конечно, интересно. Но домашка еще интереснее. Эй, куда? Это мой перу. Был твой, стал мой. Эй, это мой перу. Да ты рассказывай, Ген. Не обращай внимания. Так вот, я собираюсь провести опыт. Если я буду... Не может быть. Ты только посмотри. Это же из новой коллекции. Представляю, если я так в школу приду. Все девчонки умрут от зависти. Так о чем ты там, Геночка? Да так, ни о чем. А, ну хорошо. Ген, Ген, так ты сделаешь нам домашку? Это мой перу. Мой. Гениям во все времена приходилось трудно. Но это не мешало им совершать великие открытия. Ну что ж, начнем эксперимент. Ты уж извини, я как-то не привык с кактусами разговаривать. Меня, кстати, Гена зовут. А я и говорю, получится закись азота. Смотрю, вот инфузория. А там закись углерода. Представляешь? Слушай, ты не проголодался еще? Я читал, тебя нужно редко поливать. Ребята, это все-таки случилось. Гена сошел с ума. Что на этот у вас? Опять инопланетяна вызывает. Хуже, он с кактусом разговаривает. Да ладно? Может, тебе помещилось? Вот сейчас перекусим и гулять пойдем. О, ну что, убедились? Гвоздь мне в кеды. Вот послушай, тебе понравится. Что же делать? Мама с папой этого не переживут. Это у него все от стресса и подавляемых комплексов. Надо с ним поговорить. Не вздумай. Какие вот психологи-самоучки могут нанести больному еще больший вред? Тогда надо просто выкрасть у него этот кактус. Точно. Нет кактуса, нет проблемы. Только незаметно. Его нельзя травмировать. Все, сейчас он заснет и кактус точно наш. Знаешь, а ты хороший собеседник. По крайней мере, ты меня слушаешь. А то дружку с Лизой только и надо, что задачки списать. Розе вообще до меня нет дела. Ладно, не будем о грустном. От таких разговоров ты точно не зацветешь. Ну ничего, спокойной ночи. Получается, проблема-то не в кактусе, а в нас. Доброе утро. Еще не зацвел? Ну-ну, ничего. Билет. Ну как тут твой опыт с кактусом? Да пока без изменений. А ты ему сказки пробовал читать? Нет, только энциклопедию растений. А что, неплохая идея. Надо попробовать сказки. А еще можно по ролям читать. Точно, так еще веселее. Погодите. А чего это вы такие добрые? Опять домашку надо помочь сделать. Да нет. Просто хотим пообщаться. Ага. О. Смотрите. О. 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 Эксперимент удался. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ Ну и жара. Да ладно! Мне может вообще холодно. У меня даже нет сил с тобой спорить. В эфире новости. Небывалая для наших широт жара держится уже вторую неделю. Ученые еще не знают, сколько это будет продолжаться. Но с уверенностью можно сказать, что глобальное потепление действительно наступило. Теперь-то ты не будешь отрицать очевидное, дружок. Это я во всем виноват. Я! Все это началось зимой. Полгода назад. Было очень холодно. Надо было готовиться к контрольной. Тоска. И тогда я подумал, как было бы здорово, если бы зима прямо сейчас кончилась и наступило лето. Ах, лето, лето, жарко, лето, вся такая яркая, пауэц. В тот момент мне и пришла в голову эта идея. Дружок, ты мой фен не видел? Ты хочешь сказать, что запустил в небо фен на воздушных шариках и вызвал этим глобальное потепление? Угу. Чего ты смеешься? Пусть не сразу, но когда прошло время, фен нагрел воздух и наступило глобальное потепление. Он сейчас, наверное, уже на орбите. Летает там и греет нашу атмосферу. Фен на орбите? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Моё видеообращение к мировому сообществу Я, дружок Барбоскин, виноват в том, что устроил глобальное потепление Запустив на орбиту фен, который нагрел воздух Простите меня, пожалуйста! Я обещаю всё исправить! Как можно в такое верить? Вот инфузория! Я лично отправляюсь в небо Найду этот несчастный фен и сломаю его Чего бы мне это не стоило? Дружок! Стой! Прощай, брат! Прощай, земля! Возможно, я не вернусь Но выполню свой гражданский долг! Сейчас Найдём что-нибудь подходящее Моменту Никуда ты не полетишь! Отстань! Ты чего? Я не позволю тебе делать опасные глупости Из-за твоего собственного невежества! Пусть ты! Я всему миру обещал! Ты ничего не понимаешь в глобальном потеплении! Как это я не понимаю? Я его сам создал! И чего ты не создал? Учёные сошлись во мнении, что глобальное потепление происходит в результате непрерывного природного цикла Никакого влияния на этот процесс земляне не оказывают И оказать не могут А теперь новости спорта Ну, теперь понял? Так значит, это не я! Земля сама нагревается? Ну, конечно! Ура! Стой! Помоги! Стой, дружок! Держись! Ну вот! Теперь ещё и кеды на орбиту полетели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова